Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангетс продолжает свою работу. Сегодня у нас среда в Чикаго 12 часов дня, в Калифорнии 10 часов утра, ну а на восточном побережье это Вашингтон и Нью-Йорк уже по времени час дня. В Москве в это время 8 часов вечера, ну и мы начинаем свою программу и как всегда в это время у нас на связи Сергей Савченко, руководитель русской школы Таро. Добрый день Сергей, рад вас приветствовать. Я рад приветствовать всех вас и радиослушателей. Да, ну и понятно что сегодня идет разговор о Таро, картах. Необычно. Да, это очень, да, необычно, да. Сегодня я присутствовал на сессии, ну, наверное, уже кто-то знает о том, что я нахожусь в процессе изучения этой науки, я бы так сказал, и мне это самому интересно, я не могу говорить, если я не в курсе, не в теме. Прочитав, это мне неинтересно, мне надо хоть как-то что-то понимать. Вот сегодня прошла поддерживающая сессия, называется Арканум, и было очень интересно, и Сергей нам рассказывал, и говорил, что если нет возможности Таро нам говорит это, а вы с этим не согласны, так вы идите и морду ему набейте, если этот не соглашается человек. Я такого не говорил. Не говорил, это я пошутил, это я предложил взять семерку посохов, которую вот мы изучаем. Это хороший вариант, взять семерку и говорить по башке. Да, и дать ему по башке, это семерка посохов. Вот. Вот. Сергей, у меня к вам такой вопрос, это, так сказать, шутки все, а у меня к вам такой вопрос. Вот, допустим, мне понравилось там, вы одну фразу произнесли о сравнении с астрологией. Вот. И вы сказали так, что это не то, что в астрологии, там вот как-то вот это вот, у нас по-другому. Скажите, а есть какие-то аналогии с астрологией? Вот, скажем, у человека есть период в жизни, и этот период в жизни может длиться... Михаил, я сразу вас перебью. Мне очень сложно ответить на этот вопрос, точнее, даже невозможно. По одной простой причине. Я не знаю астрологию настолько хорошо, чтобы уверенно о ней рассуждать. То есть, у меня есть обрывочные сведения, знания какие-то. Я слышал, что есть какие-то планеты. Вот. Там пару знаков зодиака читал на раскопе, но не более того. Поэтому я не отвечу вам. Не-не-не. А я вам не предлагаю рассуждать об астрологии. Я вам по аналогии с астрологией, вот как раз пытаюсь сейчас задать вопрос. Вот у человека есть период в жизни. Ему говорят, дорогой мой, не дергайся. В этот период в жизни у тебя вряд ли что-то будет получаться, поскольку это тихий, спокойный период в жизни. Скажите, второе. Можно предусмотреть вот такой период в жизни у человека? Никакой проблемы в этом нет. Никакой проблемы. Вот я только об этом... Мы раскладываем карты и говорим, что в этом году у тебя будет всё вот так, или вот так, или там сикоснакость, или ехать ногами. Правильно. Вот сейчас мы к этому подойдём. Но в астрологии есть такой момент, допустим, ему говорят, вот по транзиту планет, которые там где-то, вот как вы говорите, там где-то они есть, в период с 1 апреля, который наступает послезавтра, до 20 апреля у тебя, ну, скажем, там не очень благоприятный период. Ему конкретно это говорят, и он в начале года это знает. И вот если я вам задаю вопрос в начале года, в январе месяце, Сергей, скажите, Таро карты, они мне подскажут, какой у меня неблагоприятный период? А в ответе нет. Годовой расклад. Мы делаем годовой расклад. Мы смотрим по месяцам, что вас ждёт в том или ином месяце, определяем это. То есть мы делаем 12 раскладов по каждому месяцу? Нет, ну, это один такой большой годовой расклад делаем, и там всё видно. Хорошо. Вот сидит напротив меня человек, я полагаю так, давайте я сам задам вопрос, ну, скажем, от его имени. Вы понимаете, вот мы начинаем какое-то новое приключение, будем так говорить, венчур по-английски это называется. То есть мы идём, ну, допустим, это какой-то бизнес или это какое-то начинание новое. Человек не удовлетворён, чем он делает. И вот человек занимается, занимается, вот конкретный человек, сидящий, он потом задаст свой вопрос, но мне просто интересно. Я говорю, вот с точки зрения нумерологии, вот я нумеролог и говорю ему, вот ты, дорогой мой, занимаешься не этим. А он мне отвечает, ну, как не этим? Я понимаю, я даже сам знаю, что не этим я занимаюсь, но мне надо кормить семью, надо зарабатывать, и я вынужден заниматься этим. Так вот, хотелось бы получить подтверждение, причём он знает это действительно. А есть ли период в жизни, когда надо уже прекратить заниматься то, чем он занимается? Вот как на этот вопрос ответить? Я не совсем понял. Хорошо. Человек хочет заниматься другим, другой работой, а не той, которой он занимается. Это работа вынужденная. И у него есть какие-то сроки. Ну, вот, скажем, в течение... А он хочет быть консультантом, в том числе Таро, Руны и так далее. То есть он хочет заниматься более, так скажем, интеллектуальным трудом, чем физическим трудом. Ближайшие полгода, стоит ли ему полностью прекратить свою деятельность? Не стоит ли. Я бы переформулировал вопрос, будет ли благоприятно, если в течение ближайших полгода он завяжется одной деятельностью и развяжется со второй деятельностью? Давайте. Так? Да. А что такое благоприятно? Это деньги, это удовольствие, это внутреннее спокойствие, это что? Может быть, сам озвучишь? Микрофон. Очень приятно. Сергей, вопрос такой. Для меня благоприятно это иметь душевную радость, душевное спокойствие. В финансы. И в то же самое время чувствовать себя самодостаточным человеком. То, чтобы чувствовать себя самодостаточным человеком, можно не делать вообще ничего. Ну, в этой жизни приходится работать, зарабатывать деньги на хлеб насущный. Ну, то есть давайте поставим акценты, деньги. Что ключевое, внутреннее удовлетворение или финансы? На сегодня ключевое это финансы. Финансы. Умеренность, правосудие, мир, император и колесница. Нельзя сказать, что в течение полугода, допустим, сегодня вы начали, завязали со старым делом, начали новое дело. Потому что вы в течение полугода выходите на тот уровень финансовый, который считаете нужным, правильным или который сегодня был у вас. Но это движение вперед и финансовое ваше положение будет расти. Так что идея, что вы можете завязать со старым делом и открыть новое, это хорошая, правильная, разумная идея. Спасибо, Сергей. Хорошо. А вот вопрос тогда такой, скажем, профессии. Можно ли выбрать профессию? Одна профессия такая, другая профессия другая. Это классический расклад выбор. Что выбрать, А или Б? Никакой проблемы. Нет проблемы, да? А надо озвучить какую конкретную профессию? Вообще не надо. Когда вы задаете вопросы мне, но это моя техника, я так работаю, мне абсолютно все равно, что вы меня спрашиваете. Я не должен в этом всем разбираться. Вы говорите, вот у нас есть две профессии, надо их сравнить. Какая профессия будет для меня лучше? Первое, что вы должны сделать, это вы должны взять бумажечку, на ней написать, профессия А такая-то, профессия Б такая-то. Почему? Потому что вы через пять минут забудете, что у вас было А, а что у вас было Б. Я с этим уже сталкивался. Я говорю, вот этот вариант лучше. Он говорит, а это какой вариант? А я откуда знаю, какой это вариант? Это у тебя в голове было, а не у меня был. Вот. Это раз. Второе, для того, чтобы их сравнивать, мы должны установить критерии сравнения. То есть, по какому критерию мы будем их сравнить? Я хочу идти на работу, чтобы там были красивые девушки, и я мог завести роман. Не плевать на зарплату, плевать вообще на все. Вариант. Я хочу идти на работу, чтобы я мог там сидеть, читать книжки и ничего не делать, меня никто не трогал. Тоже вариант. Но это разные будут сравнения. Я хочу там, где будет мне много платить, или там, где у меня будет очень мало работы. То есть, какую профессию, исходя из какого критерия, мы будем их сравнивать. Есть критерии, можем работать. Нет критерия. Можно сравнить по совокупности. Вообще. Вот вообще лучше быть дворником или врачом. Мне лично. Не кому-то там, а мне лично. Ну, или человеку, который задает вопрос. Как только есть вопрос, как только есть критерии сравнения, мы делаем расклад. Выбор, и все, и спокойно решаем его. Ну, тогда, наверное, я считаю, что перед тем вопросом, который уже был задан, надо было бы задать другой вопрос. Благоприятно ли заниматься физическим трудом или интеллектуальным трудом? Вот первое. До обеда занимайся физическим, после обеда интеллектуальным. Нет, или-или. Или-или. То есть, одно исключает другое. Одно исключает другое. Прекрасно. Благоприятно. Что? Критерий благоприятности. Да. Нет, это вы мне должны сказать. Критерий благоприятности деньги. Деньги. Да. И я буду больше заколачивать денег. Если буду работать головой или ручками. Да. Ручки, кладем три карты, голова, кладем три карты. Голова у нас луна, влюбленная и сила, а ручки у нас колесница, повешенные и солнце. Исключающие какие-то. Нет, не исключающие. Нет. Если говорить только в этих картах, то ручками вы будете зарабатывать больше. Но вы будете намного больше уставать. Можно ли задать вопрос, к чему это может привести? Человек будет себя источать, разрушать физически? Усталость. Усталость. Усталость, она накапливается. Вот я работаю и получаю 100 рублей, условно. Но я устаю. Я не успеваю отдохнуть. Там такие условия труда, что я не могу поехать на море или еще что-то сделать. Я работаю как кишар. Я получаю эти 100 рублей, я их не могу потратить. Я не могу получить удовольствие на эти 100 рублей. Или я работаю на работе и получаю 60 рублей. Но у меня много свободного времени. У меня мало обязанностей. Я не устаю. Так где лучше работать? Там, где 100, и ты как загнанная лошадь. Или там, где 60. Или ты свободный, спокойный человек. Ни мятый, ни клятый. У тебя нет нервов, нет психов, нет ничего. Физическая усталость, я понимаю, можно пойти там месяц, два, полгода так поработать. Денег рубанул, и все, и ты молодец. Но если постоянно так работать, ты просто загонишь себя. Тебя уже ничего не будет радовать. У тебя будут накапливаться ошибки. Потом они приведут тебя к психосоматике, к травмам, ко всем остальным печальным событиям. Хорошо, Сергей. Тогда вопрос такой. Если я оставлю физический труд, начну заниматься интеллектуальным трудом, я смогу обеспечивать свою семью? Что значит обеспечивать? Вот вы получаете 50 рублей, вы обеспечиваете свою семью на 50 рублей. Это очень хитрое дело. Вот задавание вопросов – это самое хитрое дело. Я еще раз вам, вернее, не еще раз, а просто вам скажу, что я обычно клиентам это все не говорю. Я сейчас просто показываю то, как это выглядит с моей стороны, когда вы задаете вопросы, и что я слышу. Ну, у вас есть некое представление о том, как вы должны ее обеспечить. Какая-то сумма в голове или какой-то там образ того, как это должно быть. И мы можем посмотреть, насколько реальность будет соответствовать вашему этому идеальному образу. Логично. Так, мир, башня, колесо фортуны, сила и звезда. Я возьму еще две дополнительные карты – правосудие и солнце. Вы будете обеспечивать близко к тому, как вы себе это представляете. Но у вас не будет ровно. То есть, один день густо, один день пусто. И здесь очень важно, на чем вы будете циклиться – на позитиве или на негативе. То есть, если считать по дням, то может сложиться ощущение, что все плохо. А если считать за полгода, то получается, что, в общем-то, и ничего вышло. Понятно. Ну, в принципе, да. Спасибо. Хорошо. Сергей, вопрос я в продолжение того, с чего мы начали. Сравнение, допустим, с какими-то периодами жизни. Ну, давайте возьмем мой, меня, мой период. Значит, вот первая половина, она уже заканчивается, наверное, да, март? Нет. Половина половины закончилась только. Квартал. Квартал закончился. Ну, не знаю. Легче ответить, конечно, вторая половина года или поквартальная? Вот первое. Какая более благ... Вопрос. Вопрос. Я работаю, и я каждый месяц получаю 100 рублей. Вот вопрос сам по себе. Какой период благоприятен для бизнеса? Он бессмысленен в этой ситуации или нет? Я задумал аферу какую-то там прокрутить, шахер-махер какой-то сделать. Какой период будет наиболее благоприятным? Вот здесь четко можно сказать. То есть, когда вы говорите о бизнесе, о чем вы говорите? Я говорю о том, что есть, допустим, бизнес какой-то, который приносит какие-то, ну, какой-то доход, скажем, приносит. На сегодняшний день он не окупает этот бизнес за трат, который вкладывается в этот бизнес. Будет ли вторая половина года более благоприятна, чем первая? По-моему, это правда. Понял. Да, хорошо. Смотрите, вот у нас первая половина года. Три карты. Башня, правосудие и влюбленные. Вот у нас вторая половина. Иерафант, суд и дьявол. Одинаково. Вторая чуть... Первая чуть хуже, чем вторая. Ну, они одинаково нехороши. Нехороши? Нехороши. То есть, бросать заниматься этим бизнесом. Это другой вопрос. Бросать или не бросать, это другой вопрос. Да, но я имел в данном случае центр, который... Я вообще не считаю, что это является бизнесом. Это совсем для других целей. А если говорить о деньгах конкретно, то я, как мы уже беседовали, я занимаюсь еще биржей. Вот биржа, это конкретная... То есть, это параллельная какая-то такая, что ли, работа, которая мне помогает оплачивать то, чем я вкладываю в этот центр свой. Так вот, тогда вторая половина конкретно биржи. Действие на бирже более благоприятного во второй половине года, чем на первой. Первая половина. И вторая половина. Вторая будет намного лучше. Первая Иерофант, Сила и Луна. А вторая Мир, Императрица и Колесница. Вторая будет намного лучше. Хорошо. Вопрос такой. Вот человек, допустим, закончил свою трудовую деятельность. Ну, то ли он вышел на пенсию, ну, скорее всего, да, вышел на пенсию. По возрасту вышел на пенсию, или он не может уже физически делать то, что он мог делать раньше, в более молодом возрасте. Но силы у него остались, и возможности у него есть. И ему предлагается какой-то новый, ну, типа, не знаю, новая работа, можно ее назвать. Вот у меня есть на примете человек, который теоретически хотел бы, но он просто не знает еще, о чем идет речь, как этому учиться. Это просто совершенно новое какое-то направление в его жизни. Конкретный человек. Стоит ему идти в это направление, или продолжать искать то, чего он искал до сего момента. То есть, у него есть его идея, есть идея, чтобы выкопить ему подожить. А я предлагаю, предлагаю в соответствии с тем. А вопрос в чем? Вопрос заключается в том, можно ли этому человеку, и нужно ли этому человеку идти, и получит ли он от этого какие-то те бенефиты, которые он искал бы, исходя из своей идеи. Не слишком запутанно. У него есть его идея, но я предлагаю другую идею, и возможность заработка, поскольку человек уже вышел на пенсию, а зарабатывать он имеет возможность, но его не берут на работу. Я ему предлагаю вариант заработка, в том, что я ему предлагаю. А он этого не знает, этого направления. Для этого его надо изучить, для этого надо там... Есть смысл ему туда идти, в это направление, в мое направление, которое я ему предлагаю. Давайте мы уберем эту дурацкую формулировку, есть ли ему смысл туда идти, и зададим вопрос... Благоприятно ли ему? Получит ли он то, что вы ему обещаете? Сумеете ли вы ему то заплатить, что вы ему обещаете? Суд, дьявол, повешенный, маг, отчельник. Он не будет доволен работой на вас. Я не знаю почему. Это может быть связано с характером работы, это может быть связано с характером оплаты, с количеством оплаты. Он не будет доволен. Понятно. Ну, в данном случае я имел просто своего какого-то одного знакомого. Значит, то есть, как вы посоветовали бы не продолжать, скажем, его... Я бы не звал его на работу. Не звал на работу. Ясно. Я понял. Хорошо, скажите, но, в общем-то, если мы говорим о Таро, и есть ли какие-то вот такие в истории, допустим, случаи, когда такие жизненные какие-то моменты, когда Таро чуть ли не спасало человека? Он не знал, но обращался к Тарологу, Тарологу давал какие-то рекомендации. Ну, есть там астрологи, мы же знаем, есть разные вещи. Ну, в моей практике такое было ни раз, ни два. Просто об этих историях никто не знает. Ну, если не называя имен, просто о чем шла речь? Да, самая простая ситуация. Приходят две подруги. Они говорят, давайте погадаем, мы хотим там поехать на отпуск. Туда-сюда одна начальница, одна ее подчиненная. Ну, а хозяйка фирмы и сотрудница фирмы. Я начинаю гадать, у начальницы все хорошо, все прекрасно, у хозяйки. А у сотрудницы выплывают проблемы со здоровьем, причем серьезные, о которых она не знает. Я говорю, вы знаете, вот я тут по поводу отпуска вашего не вижу, а вот я вижу проблемы со здоровьем. И хотите, мы обсудим их. Та говорит, да, конечно, хочу, все, мы начинаем на них смотреть и так далее. Говорит, ну, вам надо просто лечиться вот прямо сейчас, то есть не тянуть, не ждать ничего. А начальница мне говорит, у вас найдется лист бумаги? Я говорю, ну, конечно, найдется, сейчас найдем. Нашел там лист, ручку, даю ей. Она отдает своей подруге, говорит, пиши заяву на отпуск, и завтра на работу ты уже не выходишь. Ты едешь в больницу, и там начинаешь лечиться. Ну, пожалуйста, такая история. То есть она вам задавала совсем другой вопрос? Да, она задавала вопрос, они собирались поехать куда-то там отдыхать. А каким образом карты показали, то есть человек задает вопрос, и там выясняется о том, что... Это видно, это видно. Это видно, да? То есть я вам могу задавать вопрос какой-то вот, надо ли мне ехать в отпуск, допустим, в этом году, в первой половине, во второй, а вы говорите, вообще не надо, надо ехать лечиться. Ну, примерно. Нет, я вам не говорю это. Нет. То, что я увидел, это не значит, что я буду об этом говорить. Вы мне задали вопрос, я отвечу вам на ваш вопрос. Я могу увидеть больше. Я не обязательно увижу больше, но я могу увидеть больше. Ну, это и главное. Да, и я могу подумать, надо об этом говорить или нет. Я могу об этом сказать, я могу не сказать. Я могу намекнуть вам, что вот есть такая проблема. Вы захотите обсуждать, мы будем ее обсуждать. Вы не захотите о ней говорить. Это не моя проблема, я не буду о ней говорить. Хорошо, а еще какой-то пример? Это интересно. Ну, были и обратные ситуации, когда я видел, что человеку угрожает физическая опасность, болезнь, рак и такое. Я предупредил человека и говорил, что вот карты лежат так, что ты должен вот этот метод лечения выбирать. Он говорит, нет, я буду вот так лечиться. Все, в августе мы пока дали, в марте похоронили. Но это не значит, если бы человек пошел, что он бы вылечился? Это не значит, да. Но то, что будет так, если он не пойдет, это было видно. Вероятность этого гораздо выше, я понял. Да, это было видно. Да, хорошо. А скажите, вот по данным... Судебные ситуации были. Вот человека посадили там, ну, хотят забрать его бизнес, пабликует дело. Он сидит в тюрьме, подходит адвокат, говорит, я там за определенную сумму денег готов порешать вопрос. Супруга задает вопрос, связывается с адвокатом. Я раскладываю, нет несвязанности. Хорошо, этому отворот-поворот. Второй, третий. Третий, я говорю, вот этот сделаю. Все, он решает вопрос. Вот ваш последний случай навел меня на мысль. У нас есть человек, который к нам приходит в центр, в наш, и мы так в хороших отношениях, просто женщина, которая приходит на классы, на какие-то. И она работала на таможне. И как-то она не американка. И вот люди с той страны, где она, в общем-то, родилась, приходят. Ну, естественно, хочется всем идти к человеку, который свой, так скажем. И вот они приходили, и она им как-то так советовала, что можно делать, чего нельзя сделать с точки зрения закона. Но выяснилось о том, что кто-то использовал ее слова и сказал, что она используется своим служебным положением, хотя этого не было. И, так сказать, помогает кому-то. Этого не было. Но, тем не менее, это был какой-то сигнал. Ее уволили с работы. И она не работает уже два года, и она подала в суд. И вот суд состоялся через, после долгих откладываний, и не в ее пользу. У нее сейчас апелляционный суд собирается быть. У меня к вам вопрос. Что произойдет? Она проиграет или выиграет после этого апелляционного суда? Ну, пока все. Ну, уже карты плохие, можно дальше на раскладах. Ее шансы нулевые. Нулевые. Понятно. Хорошо. Еще один жизненный вопрос. Несколько дней тому назад, один мой довольно близкий родственник позвонил и спросил, задал вопрос. Скажи, с точки зрения нумерологии, вот это хорошая дата или не очень хорошая дата для того, чтобы принять достаточно серьезное решение? То есть, вот, жениться конкретно. Вот именно конкретно, в конкретную такую дату. Я лично посмотрел, и по нумерологии я сказал, что я бы выбрал другую дату, это не его дата. А он мотивировал тем, что сходится в этой дате количество лет, о том, что там, ну, в общем, цифры они какие-то. То есть, подбор просто по цифрам, а я с точки зрения нумерологии, и вот их даты рождения. Скажите, в эту дату есть ли, ну, дат плохих не бывает, или, может, надо пересмотреть эту дату? Так, колесо фортуны, отшельник, сила, этот самый, солнце и император. Эта дата не лучше, не хуже всех остальных дат. Конфликт или противоречия между ними, они уже заложены, они уже существуют. То есть, видно, что есть конфликты и противоречия? Да. Окей. Эдуард, ты хотел что-то задать, вопрос, да, пожалуйста. Сергей, скажите, просто говорили там про здоровье, про знакомых. У меня просто один очень мой хороший знакомый, он очень тяжело заболел. И он услышал, что в Бразилии есть врач, который... Да, я слышал про бразильский товарищ. Имеет ли смысл ему ехать туда, в Бразилию, получит ли он там то, что он ищет? Мы такой примерно вопрос разбирали, Сергей, с вами. Это другой товарищ? Это, наверное, другой товарищ. Мы разбирали, было три момента, это я просто Эдуарду озвучил. Было три момента. Первый момент – традиционный образ лечения. Второй момент – нетрадиционный. И третий момент – поездка в Джан-Уф-Гад. Джан-Уф-Гад. Диана-Уф-Гад, а это не врач. Это поездка в Бразилию, смерть, отшельник, суд, звезда и дьявол. У меня такое ощущение, что его болезнь зашла слишком далеко. Хорошо. А, допустим, карты могут показать, то есть человек, он выкарабкается из своей болезни? Или я почему спрашиваю? Потому что мы с этим человеком вместе работаем, и я от него как бы финансово получаю какую-то работу иногда. То есть мне искать что-то другое или… Вы спрашиваете о нем или о себе? Это… я спрашиваю о нем. Просто это разные вопросы, и они не взаимосвязаны между собой. Он может выкарабкаться и после этого сказать, что он все, пошел вон, я тебя знать не хочу. Хорошо. Я скажу, выкарабкается он или нет? Смерть, звезда, страшный суд, луна, шут, сомнительно. И я больше не буду сегодня гадать, потому что тяжело в этом вопросе, и я без славы от них. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!